В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня врач-диетолог Светлана Арканова. Светлана, добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, в преддверии Нового года, какие основные постулаты вы как врач-диетолог можете дать рязанцам? Как врач-диетолог, наверное, хочу пожелать всем здорового, правильного, грамотно составленного стола, чтобы вас не мучили первого числа угрозения совести. Я поделюсь своим опытом и расскажу, как я буду праздновать Новый год. Что будет на моем столе? Ну, во-первых, уже традиционно Новый год мы празднуем все вечером. Где-то около 6-7 вечера садимся за стол. И это, в общем-то, и есть наш основной прием пищи. Естественно, это праздничный стол, какие-то блюда, которые не каждый день бывают на столе, салаты. Расскажите, пожалуйста, что у вас, как у врача-диетолога, будет на праздничном столе? Ну, однозначно будет большое количество овощей, как тушеных, так и свежих. Будут какие-то красивые салаты из фруктов, тоже из овощей. Много зелени. Это первое, что я всегда просто кладу на стол. Это большое количество зелени, салатных листьев. Вообще, всегда советую начинать трапезу именно с овощей и зелени. То есть, это большое количество клетчатки, которая заполняет объем желудка. Вы тут же чувствуете себя сытым и уже съедите гораздо меньше. И вся жирная пища, даже если вы ее попробуете, она будет меньше вреда вам нанесет. В том случае, если она ложится на такую вот подушечку из овощей и зелени. Тем не менее, оливье, селедка под шубой, картофельное пюре, мясо по-французски – это все такие основные блюда, которые наверняка будут в каждом доме. Вот как вы к этому относитесь? Ну, с пониманием, наверное, отношусь, потому что многие не могут отказаться. Да, эта традиция уже, ну, в таком случае посоветую более правильные варианты приготовления этих традиционных блюд. Что это значит? По возможности приготовьте майонез сами. И вообще, все, что вы готовите своими руками, будет самое полезное для вас. А в идеале вообще заменить майонез на более легкий соус. То есть соус на основе, допустим, нежирной сметаны, натурального йогурта с добавлением горчицы, чеснока, каких-то специй. Можно добавить еще, допустим, соевый соус, если нет никаких противопоказаний, ограничений по соли. Да, и приготовить самой хрен добавить, допустим, горчицу уже сказала. И получится замечательный соус, которым вы заправите свой салат. Либо, допустим, смешайте, ну, хотя бы 50 на 50 этот майонез с чем-то нежирным, с нежирным йогуртом тем же самым. То есть уменьшите калорийность достаточно жирного блюда, то есть жирность обычного майонеза по 70%. Что еще можно в оливье сделать более полезным? Это заменить пресловутую колбасу на отварное мясо, либо отварной язык, либо даже рыбу. Будет опять более полезный вариант. Можно убрать картошку из рецепта. В общем-то, салат абсолютно ничего не потеряет. Либо заменить эту картошку, допустим, на белую фасоль. Нужно понимать, что картошка – это все-таки углевод. То есть дает достаточно много калорий, причем простые сахара, быстрые углеводы, которые приводят как раз к образованию лишнего жира. А фасоль – это белок, пусть растительный белок, от которого мы не поправляемся. Вот я с вами соглашусь, то, что правильное питание, оно в последнее время приобретает все больше популярность. Но вот если все же в новогоднюю ночь состоялось обжорство, оно произошло, какие советы вы можете дать на 1-2 января? Во-первых, ни в коем случае не садитесь на диету. Это самый, наверное, опасный шаг – взять и в чем-то себя ограничить. Нет. Питайтесь так, как обычно, но маленькими порциями. Увеличьте опять количество овощей, зелени. Пейте больше жидкости, пейте чай, допустим, с имбирем. Имбирь обладает хорошим жиросжигающим и ускоряющим обмен веществ действием. И больше двигайтесь. То есть старайтесь, знаете, есть такое правило – еду нужно заслужить. То есть старайтесь, прежде чем сесть за стол, что-то сделать максимально – подвигаться, погулять, потанцевать. Либо потом, если уж вы объелись чрезмерно и съели лишнего, то отработайте то, что вы съели. То есть идите на танцпул, танцуйте до упада, либо идите на улицу, гуляйте, бегайте, прыгайте, дышите свежим воздухом, чтобы как-то компенсировать то, что вы съели. Вот от темы новогоднего стола к зимнему питанию в общем. Оно должно отличаться от обычного питания, от летнего, например, или все ровно? Ну, опять же, вот моя любимая тема – это масла. То есть я считаю, что как раз вот с жирами, с полезными жирами можно немножечко так вот перебарщивать зимой. То есть увеличивать их количество. Если летом это непростительно, но как-то не очень тянет на жирную пищу, то зимой нам всем хочется согреться. Поэтому уже жирная пища – это то, на что всегда, в общем-то, падает наш взгляд зимой. Пожалуйста, пусть это будет на вашем столе, но жиры эти должны быть правильные. Что такое правильные жиры? Я за растительные жиры. Именно за масла нерафинированные. Это очень важно. То есть большинство масел, которые продаются в магазине, стоят у нас на полках, на свету, в тёплом месте. Они, в общем-то, уже промышленным способом обработаны таким образом, что полезных веществ там никаких нет. То есть, по сути, это стопроцентный жир. Никакой пользы от этого жира вы не получите. И нам нужны именно те масла, в которых находятся витамины. Старайтесь кушать каждые 2,5-3 часа. Не сидите ни на каких диетах, больше двигайтесь, не делайте культа из еды. В общем-то, мы же едим для того, чтобы жить, а не живём для того, чтобы есть. Поэтому очень важно научиться получать удовольствие в других аспектах своей жизни. И не делать еду удовольствием. Наверное, самое главное, что мы должны получать от еды – это пользу. Вот вы уже несколько раз сказали, что диета – это опасно. А почему? Любое ограничение опасно. Диета – это всегда какое-то ограничение. А как только мы получаем, наш мозг получает сигнал, что ему что-то нельзя, ему по странному почему-то стечению обстоятельств начинает именно этого и хотеться. Поэтому нельзя себя ограничить. Нужно, наоборот, сказать «мне можно, но по чуть-чуть». Иногда, наверное, нужно делать какие-то «ни», когда вы будете грешить. То есть, если, допустим, вы строго соблюдаете какие-то определённые правила питания всю неделю, то пусть у вас будет один приём пищи в один любой день недели, когда вы можете позволить себе запрещённый продукт. Вот запрещённый продукт, по вашему мнению, это что? Торт? Что значит запрещённый продукт? У кого-то это может быть что-то солёненькое, у кого-то, может быть, это что-то сладенькое, у кого-то что-то жирненькое. То есть здесь, конечно, на вкус от свежица называется. Что касается сладостей, здесь какое правило? Важно не смешивать жирное с сладким. То есть если уж вы кушаете сладкое, да, то это не тортик должен быть, а, допустим, мармелад, пастила, зефир, то есть чистый углевод. Самое опасное сочетание – это жир плюс сахар. Это как раз вот пресловутые тортики, пирожные, вафельки, печеньки, да, то есть сочетание жирного и сладкого. Именно это и является опасным. Нельзя кушать сладкое натощак. Кушайте сладкое в качестве такого вот десерта поощрения. Вот где рязанцы могут проверить состояние своего здоровья и получить вот индекс массы тела? Я знаю, что вы этим занимаетесь. Расскажите. Индекс массы тела – это, в принципе, в общем-то, такой, ну, скрининговый больше показатель, да, он не подходит для детальной такой вот оценки состояния человека. Для того, чтобы понять, есть у вас какие-то проблемы или нет с весом, да, я рекомендую не взвешиваться и не определять индекс массы тела, и я рекомендую определять состав своего тела. То есть количественное соотношение и количество жировой массы, мышечной массы, жидкости в вашем теле. А где можно пройти такую процедуру? Эту процедуру можно пройти в Центре здоровья, при областной поликлинике. Расскажите, как можно записаться на обследование? По телефону 36 95 00 после праздников с 9 до 5. Спасибо вам большое за важную, значимую беседу. Мы поздравляем всех рязанцев с наступающим и наступившим Новым годом. Желаем вам счастья в Новом году, обязательно здоровья. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова